И всем привет! Меня зовут Екатерина Жилина, я блогер ютуба со стажем, моему каналу уже около 5 лет. И тем не менее, только совсем недавно я начала пробовать какие-то технические новшества. И в частности, сегодня я попробовала поиграть со светом. Самым обычным светом, который дают нам осветительные приборы сейчас. Я сижу на кухне, записываюсь с веб-камеры, какая вот есть на ноутбуке, с такой и записываю. У меня горит одна единственная лампа посредине потолка, которая довольно мощная, но одна. И вот я принесла еще одну лампу из комнаты. Настройка у меня стоит через программу Wirecast самого лучшего качества. Сейчас я вам покажу, как самые простые изменения в свете влияют на то, как выглядит человек в кадре. На самом деле, даже для меня это давно не секрет. Почему я говорю даже для меня? Потому что, в принципе, я не очень продвинутый человек в техническом смысле. То есть, я все годы своего ютюберства снимаю самым простым фотоаппаратом. Ему уже больше 7 лет. Может быть, даже уже 9 или 10. Тем не менее, он дает какое-то, ну, более-менее смотрибельное качество. Конечно, оно не может конкурировать с современными камерами, которыми во всю пользу за блогеры на ютюбе. И пока мне этого хватает, хотя я понимаю, что необходимость в модернизации, безусловно, есть, потому что это интересно и мне, это интересно зрителям. И, да, но тем не менее, даже я с самого начала своей практики на ютюбе знаю, какое большое значение имеет цвет. Просто одно и то же лицо, один и тот же человек, вот он только что в одной обстановке выглядит одним образом, потом он выходит в другое место. И как будто другой человек. Или тот же самый, но сильно уставший. Или тот же самый, но отдохнувший. Или похудевший, поправившись на 5-10 килограмм. Это действительно так. Люди, которые говорят, что это неправда, что все только от самого человека зависит, а освещение, ракурс не играет никакой роли. Ну, просто они, наверное, никогда не пробовали поснимать себя одновременно в разных местах и поэтому просто не замечали. Я вот сейчас взяла самую обычную лампу, обыкновенную, небольшую настольную, которую я использую для того, чтобы не споткнуться ночью в комнате и немного почитать перед сном. Там вкручена энергосберегающая лампа дневного света мощностью даже, думаю, не в 100 ватт. Но там, конечно, не в 100 ватт выражается. Там 100 ватт это лампа накаливания. У них есть какие-то аналоги у современных. И там другая несколько маркировка. Ну, в общем, аналог российской, наверное, 60 ваттки. То есть старой. Лампа накаливания. И вот я ее поставила каким-то образом за компьютер. Просто я поиграла, в каком месте, какой свет получается. И вот сейчас, в течение минуты, я просто шутки ради покажу вам, как будет выглядеть картинка по-разному. Если я буду перемещать эту лампу, включать-выключать ее, и мы с вами просто повеселимся. Итак, лампа включена. Вот она выключена. Она стоит у меня сейчас за компьютером. Вот я ее начинаю перемещать. И вот смотрите, насколько по-разному выглядит лицо. Вот сейчас, наверное, самый неудачный вариант расположения лампы, когда лицо блестит, видны его недостатки. Просто самый фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Конечно, самое смешное, это будет вот так. Вот. Сравниваем. Роль света для блогера. Все, закончили баловаться. Я надеюсь, что немного подняла настроение и слегка полила свет на эту историю. Я сама не являюсь абсолютно профессионалом в этой области. Я не волшебник, я еще только учусь. И на этом эту короткую трансляцию я закончу. И если там появились какие-то зрители, я сейчас проверю. Да, три человека смотрят, пока никто ничего не пишет. Я бы просто хотела, чтобы это видео сохранилось в коротком виде. Поэтому всем пока. И, возможно, мы сейчас просто встретимся в следующей трансляции, немножко поговорим, если вообще будут для этого желающие. Все, всем пока-пока. Приятного дня, вечера, дня, ночи. Всего самого лучшего вам в жизни. Пока.